В КОМИ вводится новый минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. С нового года утвержденный размер будет варьироваться от 7 рублей 30 копеек до 9 рублей 10 копеек за квадратный метр. Постановление об этом подписал первый вице-премьер республиканского правительства Михаил Порядин. Подобные расценки уже действовали в период до четвертого квартала 2019 года. Куда специалисты называют меру вынужденной и, как показала практика, именно такой тариф уже позволил увеличить темпы капремонта в три раза. Конечно, люди сейчас не понимают, почему в несколько раз увеличилась стоимость. Да, многим ударило по карману. Я скажу, что у меня счет увеличился со 120 рублей до практически 400. Но я понимаю, что эти деньги все уйдут по целевому назначению. Я знаю, что эти все деньги я коплю для того, чтобы произвести ремонт. Схема простая. Чем больше дом собирает с жителей, тем быстрее проводится капитальный ремонт. Напомним, согласно методическим рекомендациям Минстроя России, в Коми необходимо установить минимальный размер взносов от 17 до 28 рублей в зависимости от муниципалитета. Однако на столь радикальный шаг власти Коми не пошли, сохранив социальность подхода. В каждом уже понятно, чем денег больше, тем, соответственно, и возможностей больше. Поэтому изначальное утверждение тарифа в 2,10 было необоснованным. Соответственно, деньги лежали в банке мертвым грузом. На эти деньги, конечно, сделать капитальных ремонтов было невозможно. Напомним, поправки, позволяющие вернуться к прежнему тарифу, были приняты депутатами Госсовета Коми в ноябре этого года. Мин ЖКХ также объяснил, что новый ежегодный взнос позволит выполнить региональную программу по капремонту на 100% до 2044 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова